Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 7 декабря и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая продолжается. Вчера обновили локальные минимумы, доходили до отметки 1.1780. На текущий момент ближайшая цель по движению это закрепиться как раз именно за этим уровнем. Возврат к покупкам может произойти в том случае, если мы увидим торговлю по евро-доллару выше отметки 1.1847. Закрепление за этим уровнем с последующими целями движения на 1.19 и 1.20. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое нисходящее движение. Ближайшие цели на сегодня это закрепиться ниже отметки 1.3357 и далее уже двигаться на 1.325. Возврат к покупкам по данной паре произойдет в том случае, если мы видим британский фунт выше отметки 1.3442 с целями движения на 1.3560. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают восходящее движение, которое у нас сформировалось вчера. После пробития максимальной значения, которую мы увидели 5 декабря, тенденция идет практически без коррекции. Цель движения область 1.2922. Возврат к продажам по данной паре мы сможем рассматривать после преодоления минимальных значений, которые мы увидели вчера в области 1.2652. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое нисходящее движение. Ближайшие цели на сегодня это уйти ниже минимальных значений, которые мы увидели вчера на отметке 1.1198 и далее пойти на 1.11935. Возврат к покупкам, а значит завершение коррекционного нисходящего движения, произойдет в том случае, если мы увидим пару выше максимальных значений, которые мы увидели 5 декабря на отметке 1.11286. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое нисходящее движение. Сегодня торгуемся уже вблизи минимальных значений за несколько последних торговых недель. Отметка 75.27 и на текущий момент цели по нисходящему движению это область 75.74. Возврат к покупкам по данной паре произойдет в том случае, если мы увидим австралийца выше максимальных значений вчерашней торговой сессии. Отметка 0.7631. По паре еврофунт пока тенденция преобладает нисходящая. В рамках последней недели мы видим боковое движение. На текущий момент ближайшие цели по нисходящему движению это закрепиться ниже отметки 87.93. Ну а в том случае, если мы увидим закрепление выше максимума вчерашней торговой сессии, отметка 88.52, то уже вероятно завершение данного боковика, завершение нисходящего движения и возобновление роста по паре еврофунт. Золото продолжает снижаться. Сегодня торгуемся уже в области минимальной значения. Отметка 1258 долларов за тройскую унцию. Следующая цель движения это 1252. Возврат к покупкам по данному активу произойдет в том случае, если мы видим золото выше отметки 1270 долларов за тройскую унцию. Максимум, который был зафиксирован вчера. Нефть марки Brent также продолжает свое нисходящее движение. Сегодня торгуемся уже вблизи минимальной значений вчерашней торговой сессии. Ближайшая цель это закрепиться за этим уровнем, а именно отметкой 61.64 и далее уже двигаться на 59.52. Возврат к покупкам, а значит возобновление роста по нефти марки Brent произойдет в том случае, если мы увидим нефть выше отметки 63.46. По индексу DAX на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели движения это отметка 12861 и далее 12757. Возврат к покупкам будет актуален в том случае, если индекс DAX все-таки сможет закрепиться выше максимальной значения, которую мы видели вчера в области 13039. Сегодня мы видим, что торгуемся вблизи данного уровня. Пока его только пробивали, полноценного закрытия, полноценного закрепления пока еще не сформировано. Будем за этим следить далее. Ну и биткоин, новые исторические максимумы уже бьет рекорды. Доходили до отметки 14.460 долларов за один биткоин. И сейчас мы видим торговлю на исторических максимумах, что в свою очередь подтверждает сохранение тенденции восходящей по данному инструменту. И пока никаких намеков на коррекцию. Вот как раз их мы сможем получить в том случае, если мы увидим биткоин ниже минимальные значения, которые были зафиксированы вчера в области 11686. В этом случае мы можем предполагать начало коррекции, а пока рост продолжается. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда напоминаю, что ваши вопросы вы можете оставлять под этим видео. И если вам оно понравилось, то обязательно ставьте лайк. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся на следующих видеообзорах.